очень даже интересно и в конце видео как всегда учител ток ребята всем огромный привет вы на канале обзор электроинструментов и с вами николай татошный сегодня предоставляю вашему вниманию обзор с разборкой лобзика энергомаш модель lb 4090 б мы будем разбирать его и смотреть что внутри пробежимся быстро по характеристикам лобзик имеет от 500 до 3000 оборотов в минуту угол уклона подошвы 45 градусов указали мощность 900 ватт и вес составляет два с половиной килограмма комплектация управляющая линейка переходить под пылесос шестигранный ключ а также пластиковая дополнительная подошва и инструкция по эксплуатации наш лобзик имеет три положения хода маятника пилки также оснащен быстрым зажимом пилки а также светодиодная подсветка рабочей зоны и также сзади очень интересный прибамбас это индикатор питания если лобзик наш остановился мы знаем есть ли питание или что-то с ним случилось сбоку лобзика на корпусе установлена очень интересная примочка она переключает или воздух подается на пылесос или скажем подается непосредственно на обдув рабочей зоны а также лобзик оснащен вот регулятором оборотов длина сетевого кабеля составляет 2 метра сечением 2 на 0 75 кабель немножко такой пластиковый дубовый ребята первое ощущение это скажем так взял лобзик в руки балансировка сделано отлично ничего никуда не перевешивает прям прям идеальный баланс не нравится ребята что мне не понравилось какой косяк когда я взял в руки и нажал наш выключатель видим наша кнопка немного выступает за корпус блокировочная и когда человек берет и хочет резать держит его долго да вот видим зажалась кнопка вы я взял хват сильный и зажалась этот момент неудобный видно так как она выступает и также правой рукой нужно приспособиться до нужно как-то палец здесь ставить если вот мы берем вот двумя руками до зажимаем я просто зажимаю все она зажата я дополнительно нажимаю просто взял вот и держусь все эта кнопка зажата это немножко такой скажем так баг косяк нужно как-то детали здесь палец держать или брать скажем ну вот так сама подошва лобзика очень скажем так впечатляет толстая скажем надежная видно надежная прочная плюс есть дополнительная насадка там при работе с ламинатом чтобы там не царапать не вредить его тоже очень удобный момент она ромаш фирма позаботилась об этом понравился такой момент вот ролик скольжения пилки очень наш идет толстый массивный плюс его в будущем можно будет заменить и здесь он не заклепан а здесь просто стоит стопорное кольцо достается вот этот палец и можно будет его заменить это тоже очень большой плюс интересный момент как вставляется пилка вот отводится непосредственно наша часть пилка держателя и ее немножко нужно вот продавить прямо вовнутрь тогда она защелкивается если мы не продавим она не защелкнет она немножко продавливаем вовнутрь и пилочка хорошо защелкивается а сейчас проверим наш лобзик на балансировку конечно же балансировка желает лучшего уехал он ускакал прямо вперед сейчас просто так ради прикола попробуем как он как он справляет как он режет пилочка конец в комплекте идет никакая пилочка конечно никакая но я бы не сказал что сильная вибрация на руки идет вибрации сильной на руки не идет ну что ж ребята поехали разбирать сейчас самая интересная часть нашего видео я разобрал лобзик и добираемся до нутрянки и будем смотреть как видно шток лобзика очень мощный круглый его вообще думаю с трудом нужно сломать и порадовал такой момент что сам шток имеет 44 точки фиксации это одна вторая третья и вот спереди дополнительные четвертые это тоже очень хороший момент данном лобзике кнопка в лобзике стоит 16 амперная фирмы темпс вот достал я шток и хочу показать все очень хорошо размера подобранные все очень хорошо он скажет так вытащена никаких люфтов абсолютно нет ну прям идеально нравится мне этот момент дополнительный резиновый сальник стоит на штоке чтобы мусор не попадал в наш механизм очень классно они придумали с этой заслонкой да если она перекрыта а воздух идет у нас сюда на пылесос если мы открываем вот крыльчатка гонит вот канальчики специальные сюда обдув пилки это очень удобно для работе какой момент мне еще понравился вот где спереди где наш крепится непосредственно сам механизм шестеренка и передний подшипник у нас все дело заключено на саморезы здесь ничего болтаться не будет ничего не будет разбиваться тоже очень хороший такой момент и подшипник задний у нас стоит в антивибрационные резинки это тоже очень важный момент если он перегревается и клиник он не проворачивает наше вот это посадочное пластиковое место он непосредственно проворачивается в резинки на крайняк заменяем резинку тоже классный такой момент когда достал шестерню я из нашего лобзика буду а втулка здесь все место было в смазке а потом я от смазки протер и смотрю реально роликовый подшипник стоит видно да камера передает как внутри он широкий такой и я тут и я тут просто скажем так пол стопор не виделся же так бюджетных лобзиках чтобы на этом месте где шестеренка где крутит наш лоб чтобы стоял роликовый подшипник это вообще большой плюс ребят чем глубже в лес тем больше дрова я удивляюсь этому лобзику шестеренка меня удивилась этим скажем так и подшипником и смотрим что здесь здесь у нас стоит такое лабиринтное уплотнение для чего оно служит она отгоняет смазку от подшипника если его не стояла смазка бы забивала наш подшипник подшипник скорее бы перегрелся и плюс дополнительно стоит еще войлочная прокладка это тоже очень важно ребят я вот здесь не продавец алиэкспресса на этот лобзик реально меня удивляет процессе разбора щетки даже идут с маркировкой м аж 906 щетка держатели просто сделаны прекрасно даже сделаны были вытащены под форму скажем так коллектора полукругом сделанные я просто здесь удивляюсь так все сделаю замеры счеток по традиции она у нас имеет 8 на 6 миллиметров щетки тут обычные без отстрелов вот добрался я до якоря какой он скажем красивый фиолетовый ну заливка ну скажем это так не перфоратор но все равно показать я это должен вот какая у нас возле ламелей возле коллектора идет заливка но в целом заливка здесь идет неплохая задний подшипник на якоре стоит под номером 607 передний 608 потихоньку не спеша я добрался до катушки статора пластиковые держатели здесь нет но витки намотаны хорошо аккуратно и скреплены и пролокованы вот таким вот белым изоляционным материалом ребята хотел всем сказать у меня на канале есть вкладка сообщества здесь я провожу всякие опросы заходим не стесняемся пишем комментарии и также принимаем участие в вопросах для тех кто смотрит с мобильного телефона мой канал также несложно есть вот вкладка сообщества и также здесь можно разные опросы и разные комментарии писать ну что ж ребята будем подводить итог но механика данного лобзика меня просто впечатлила я как такой себе середнячок можно сказать ну и еще мне не понравился этот момент эта кнопка включения к ней нужно будет приспособиться но это скажем так всего всего лишь навсего дело привычки всем кому понравилось подписывайтесь на мой канал нажимаем колокольчик чтобы ничего не пропустить а впереди много чего интересного а также пишем комментарии опыт работ у кого какой лобзик был всем удачных покупок